Честно признаюсь, это не всегда хорошо работает. Дружище, набери на 1200, а мы тебе сделаем скидку, а денег в кассе нет. Замечательно? Замечательно. Работает ли? Да. Погнали. Друзья, всем привет. Меня зовут Павел. Ну, я думаю, вы все прекрасно уже знаете. И сегодня мы с вами поговорим про скидки. Стоит ли их давать? Когда их стоит давать? Когда их не стоит давать? Какие скидки стоит делать? Для чего надо делать скидки? И, короче, все будет максимально полезно и интересно. Погнали. Самое важное, с чего я хочу начать. Ребят, вы должны понять самую главную штуку. Что любая скидка делается из вашей чистой прибыли. Если вы делаете скидку в 10% и ваша маржинальность 50%, то, к сожалению, 20% прибыли вы теряете. Но поверьте, нельзя заигрываться со скидками. Вы должны давать ценность клиенту. Тогда это будет работать гораздо лучше, нежели просто привлечение скидки. Давайте поговорим о том, для чего же вообще нужны скидки. На самом деле все очень просто. Скидка это маркетинговый инструмент, который используется для того, чтобы привлекать покупателей и стимулировать их к покупке товара. И да, прямо так написано в Википедии, ребят. Я прямо оттуда и скопировал. Давайте теперь с вами поговорим, какие вообще бывают скидки и для чего их стоит сделать. Первый момент. Это самая простая скидка. Вы просто для чего-то сделали скидку. Почему вы ее сделали, непонятно. То есть, ну, можно это делать для того, якобы повысить конверсию в оплату и так далее, так далее. Но это немножко другое. Второй вариант. Это скидка за ускорение оплаты. У меня был один знакомый. Ну, вернее, сейчас есть. Его Макс зовут. Макс, если смотришь, тебе привет. У него была очень интересная штука. Я думаю, если у вас есть интернет-магазин, то вы прекрасно знаете, что самое важное для нас это предоплата. То есть, самое важное для нас это работать с предоплаченными заказами. То есть, тем самым мы не впадаем в кассовый разрыв и мы получаем деньги сразу, на которые мы можем закупать товар, вести вообще всю свою хозяйственную деятельность. Соответственно, что делал он? Приходит заказ и сразу человеку из ЦРМ-ки идет. Друзья, если ты оплатишь ближайшие 5 минут, то, соответственно, тебе будет скидка 5%. Замечательно? Замечательно. Работает ли? Да. Но здесь такой тоже тонкий момент, потому что зачастую эти люди могут оплатить все равно. А вы просто за счет скидки этой 5%, которая является несущественной на самом деле для покупателя, вы просто потеряете опять же часть своей прибыли. А если маржинальность у вас невысокая, процентов 15, то с такой скидкой можно очень сильно улететь в минуса. Следующий, третий момент, это когда вы даете скидку при оплате различными способами. Простой пример, когда вы приходите покупать себе телефон, допустим, вы хотите взять iPhone, он стоит 100 тысяч при оплате картой, но 97 тысяч при оплате за наличку. Почему такие скидки делают и насколько это правомерно? На самом деле это правомерно, но такой очень тонкая грань, потому что у нас, я помню, в Орле, когда у нас есть маршрутки, да, в Орле есть маршрутки. И если ты платишь наличкой, обычно это стоит дороже, нежели картой. Хотя странно, должно быть наоборот. Соответственно, мы можем давать скидку за оплату наличкой, чтобы не платить за эквайринг. То есть, по сути своей, вот эта разница при покупке телефона при оплате карты, она связана не с уходом от налогов. То есть, если вы принимаете наличку и пробиваете чек по кассе, ну, какая разница, вы все равно платите налоги. Но вы не платите эквайринг. Эквайринг бывает разный. Эквайринг бывает 2%, 3%. У некоторых есть небольшие обороты, бывает эквайринг 3,5%. А теперь представьте, что ваш оборот 2 миллиона, и все оплачивают картой. 3,5% умножить на 2 миллиона, это 70 тысяч рублей, вы просто платите за эквайринг. То же самое работает тогда, когда вы делаете через интернет-эквайринг у себя в интернет-магазинах. Простой пример, который сейчас очень развит, это делать либо скидку, либо закрывать людей на оплату по СБП. Потому что комиссия при оплате через СБП, она всегда сильно ниже. Идем дальше. Следующий вариант, это скидка за объем приобретаемого товара. То есть, допустим, для чего это делается? Это делается в основном, когда мы хотим поднять средний чек. Самый простой пример. Зайдите в приложение Самокат, если оно есть в вашем городе, и начните набирать корзину. И вдруг, когда вы наберете на 800 рублей, вам скажут, дружище, набери на 1200, а мы тебе сделаем скидку. Для чего это делается? Это делается для поднятия среднего чека. Но при этом у вас точно должна быть своя статистика, чтобы при помощи этой статистики вы поняли, что если вы дадите эту скидку при подъеме среднего чека такого, то вы заработаете больше. Простой пример могу вам привести. Давайте вот просто чистая математика, мы попробуем здесь все это разложить. Я думаю, монтажер у нас сможет. Смотрите, средний чек интернет-магазина экипировки 3500 рублей, маржинальность 50%. Соответственно, с одного среднего чека я зарабатываю 1750. Но тут мы людям говорим, друзья, купите на 6000 рублей и получите скидку 5%. Соответственно, человек делает заказ на 6000, мы повышаем средний чек. Наша маржинальность 3000 и мы делаем 5% скидку. 5% скидки получается это 120 рублей, если мне не изменяет память. А память мне изменяет, потому что это 300 рублей. Да, мы делаем скидку 300 рублей. И вот мы заработали не 1750, а мы заработали 2700. Понятное дело, что можно сделать даже 5%, а можно сделать целую градацию скидок в зависимости от объема. Вы должны четко понимать цель, для которой вы делаете ту или иную скидку. Следующий вариант скидки это скидка накопительная. Это очень важная штука. Благодаря вот этой скидке вы боретесь за LTV, за жизненную ценность клиента. То есть человек купил раз, вы ему можете дать скидку, либо начислить бонусы на следующую покупку. То есть придя к вам второй раз, он сэкономит. В третий он еще сэкономит, но тем самым вы повышаете LTV. Это очень важно делать и опять же понимать, что если у вас очень большой LTV, то возможно и не стоит давать скидку на второе посещение вашего спа-центра. Но если у вас, грубо говоря, магазин, где LTV равно одному, то есть человек купил и пропал, то скорее всего с ним надо работать при помощи скидки, закрывая его на повторную покупку. Простой пример магазин Шампур Казан. Ты купил Казан с печкой, все, тебе больше ничего не надо. Но с этой базой мы можем работать дальше при помощи скидок, давая им скидку и повышая свой LTV. Следующее. Это скидка за сезонный товар. Смотрите, простой пример. Да, если у меня есть магазин экипировки для единоборств. Сейчас весна. У нас скоро продажи пойдут на спад. Что мы можем делать? С одной стороны, мы можем просто заморозить этот товар, потому что у нас есть другие направления, которыми мы перебиваем вот этот свой упадок. Но мы можем продавать в этот момент со скидкой. То есть люди, покупая летом экипировку, будут экономить. То есть скидка будет их побуждать к покупке прямо сейчас, вне сезона. Честно признаюсь, это не всегда хорошо работает. Особенно это не всегда хорошо работает, когда вы четко понимаете, что это ваш клиент, он все равно бы купил, просто он купил бы в сентябре. Вполне может быть, что гораздо лучше в этот момент взять заемные средства, если у вас не хватает, а если их не хватает, то в следующий раз все-таки откладывать эти деньги и продавать все равно по новым, соответственно, по полным ценам. Ну и последний вариант скидки, который, я считаю, все-таки можно давать, это вопрос скидки, когда вам нужны оборотные средства. Я вам приведу простой пример. Мой магазин Шампур Казан. У меня в списке рассылки в Сенлере в районе 18 тысяч человек. И что мы будем делать, если у нас сегодня надо выплатить зарплаты, завтра надо заплатить, не знаю, аренду, налоги, а денег в кассе нет? Да, конечно, мы можем просто сделать рассылку по своей базе, ограничить эту скидку дедлайном, количеством и получить деньги здесь и сейчас. То есть мы совмещаем предложение для пополнения, можно сказать, своей казны, но при этом, конечно, мы будем терять деньги. Но этот лайфхак, мне кажется, он такой самый годный. Это то, чем действительно стоит пользоваться, если у вас нет своих больших оборотных средств. Ну что, друзья, надеюсь, это было максимально полезно и интересно. Если все понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. И на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok